Какими качествами должен быть обладать Коэн, чтобы иметь право совершать службу первосвященника? Первое. Мудрость выступала главнейшим требованием. Совершая служение, первосвященник представлял весь народ. Для совершения этой задачи он должен быть великим, написано в Торе. Великий в Торе, то есть должен весь свет, высший свет, уметь использовать ради исправления эгоизма. И в этом и заключается его свойство в Велике. Это ступень. Когда он получает высший свет, свет хухма, свет мудрости, не ради себя, а ради исправления всех остальных келим, тогда он, душ, тогда он называется мудрым. Свет хухма, когда получает. А, то есть здесь как раз начало говорит о том, что он получает свет хухма, а конец именно потому, что он великий в Торе, великий в этой системе исправления. А Тора – это вся система исправления. Понятно. Второе. Очень интересно. Приятная наружность написано. То есть имел в виду красота, наверное. Хотя внешняя красота и не является существенно важным качеством, подобало испочтение к Творцу и Храму, чтобы первосвященник был хорош собой. Да. Хорош собой – это значит, что все его внешние свойства, опять-таки, все на одном уровне. Они все должны быть направлены на благо другим. В этом заключается красота. Красотой называется, когда человек светится светом. То есть это красивый человек. Это называется красивый человек. При этом он может быть… Нет. Мы говорим в Кабале, если мы уже даем кабалистический комментарий, то мы тело не затрагиваем, тело не существует. Существуют свойства. Так же, как красота женщины, говорится, много там… Да. Клан, наавы, хасуда и прочее, прочее. Говорится только о свойствах. О свойствах желания, которые исправлены или не исправлены, и на каком уровне произведено исправление. Продолжение следует...